Всем привет! С вами Дарья Кей. Сегодня будет видео о долгожданном продукте, который вышел, можно сказать, сегодня, 5 ноября, официальный запуск в MAC интернет-магазин помады от Катя Клэб. Это ее идеальный нюд. Сегодня я хочу проверить, каков он, протестировать его на себе, сделать несколько сводч. Не так давно, несколько месяцев назад, Катя Клэб выпустила видео о том, что она делает коллаборацию с MAC. Она не просто будет делать упаковку, как покрас лампас, которую собирают по ночам в MAC, а она будет делать целый оттенок своего идеального нюда, то есть под цвет своих губ. Естественно, это лимитированная коллекция. Сейчас на мне другая помада, это Stellary, мне Катя Клэб. У меня, естественно, другой цветотип, чем у Кати, поэтому я не буду слишком придираться, но вообще мне хотелось бы сделать полный обзор этой помады. Начну с упаковки, ее тоже разрабатывала, так понимаю, Катя. Посмотрите на нее, она пыльно-розового цвета, очень красивый оттенок. Если бы я делала помаду, я сделала бы, наверное, почти такую же, может быть, немножечко побежевее. Это как раз та упаковка, которую мы ждем для идеального нюда. Может быть, может быть. Есть состав, все как обычно, но еще один штрих. На стороне, где штрих-код, есть такие губки, не знаю, чьи они, просто ли иллюстраторка какая-то рисовала, или это губы Кати в этой помаде, или нет. Ну, в общем, что? Открываем упаковку, и там находится обыкновенная помада в пуле. То есть, она решила создать прям классическую кремовую помаду. Так, нужно еще разобраться, она матовая или кремовая. Сатин липстик. Это сатиновая крема, ну, обыкновенная. Классическая пуля, классический запах, отдушка. Если бы мне вот так помаду дали, на самой пуле нет гравировки, что это помада Кати Клэп. Просто засунута в обычный флакон. Первое впечатление, пока я даже не нанесла ее на губы, для меня это слишком розовый оттенок. Он будет выбеливать губы. Ну, если честно, просто немного обидно, что она создала для себя идеальный нюд. Исходя из свочи, я думаю, что эта помада может подойти светлым девочкам, может быть, блондинкам, бледнокожим. Нашим русским Катям она точно подойдет. А вот немного девочкам посмуглее она будет выбеливать, потому что она сделана на белой базе. При растушевке этот свочи дает красивый, кстати, румянец, который я могла бы использовать на себе. Вот как румяна их, да, можно было бы использовать, очень красиво смотрится. То есть это, в принципе, это мультиюзное средство, которое вы можете использовать и на щеки, и на губы. Это да. Но, блин, такая долгожданная помада и с таким розовым оттенком. Я пересмотрела тот влог из Торонто, который она делала, и такое ощущение было, что они смешали эту помаду за час буквально. То есть она такая хлоп-хлоп, все, все смешали, окей, устраивает. То есть прям мук с выбором оттенка у нее не было, я думаю. Либо команда MAC очень хорошо и профессионально постаралась. В целом, я думаю, оттенок вы видите. Сейчас я хочу сделать свочи на губах и, может быть, сделать с этой помадой небольшой румянец, поэтому мне нужно стереть ту, что у меня на губах. Так, сейчас я затонирую немного губы MAC Face & Body. Ну, чтобы было все честно, сами понимаете. Погнали. Наверное, у половины подписчиков случился уже приступ, что я так ее выдвинула. То, о чем я и говорила, помада явно выбеливает мне губы. Это смотрится просто не по моему цветотипу. При том, она сатиновая, не матовая. Наверное, да, эта помада подойдет для того, чтобы Кате подкрашивали губы, но точно уж не мне. Ой, самой коллаборацией я, конечно, безумно рада. Сейчас нанесу эту помаду как румяна и договорю. Как румяна? Ооо. Я нанесла эту помаду как румяна и потом перекрыла сверху тоном, чтобы они смотрелись как будто бы изнутри. И как румяна они мне подходят прям очень хорошо. Не слишком коричневые какие-то. Прям розовенький милый румянец. Коллаборация поддастся такой сильной критике, поэтому я не хочу ее критиковать. Скажу свое мнение. Катин идеальный нюд, я думаю, все-таки удался, учитывая ее цветотип. Но эта помада далеко не универсальная. Общее впечатление, мне это, естественно, хочется смыть и накрасить что-то другое, более мертвое на мои губы. Эта помада идеально подойдет для того, чтобы ходить в школу. Мне интересно ваше мнение. Возможно, я что-то не понимаю и со стороны не вижу. Мне, может быть, идет такой быть конфеточкой с розовенькой помадой. Но я все-таки за хардкор и за сгнившую сливу на своих губах. Так что вот, такой вот обзор у меня получился. Эта помада будет стоить, кстати, по-моему, так же, как и классическая. Я прикреплю цену. 5 ноября начинается продажа на интернет-магазине. Официальный старт продаж можно отследить на MAC Cosmetics. Поздравляю Катю с коллаборацией. Отличная коллаборация. Это не просто коробки по красу лампасы. Если бы он сделал свой какой-нибудь синий или зеленый, или черный, или грэш оттенок, я была бы, кстати, очень рада, потому что вот именно когда ты цвет на себе переносишь, а не просто ставишь коробочку на полочку и носишь этот цвет каждый день, то это круто. Я обеими руками за коллаборацией с российскими блогерами, художниками и всеми прочими. Надеюсь, может быть, когда-нибудь в кои-то веке у меня будет коллаборейшн. С вами была Дарья Кей. Не забывайте писать, как мне этот оттенок, и подписываться на мой инстаграм и на канал. Пока-пока. До скорых встреч.